Каждый год за руль комбайна впервые садятся десятки молодых механизаторов. В этом году в битву за урожай на Случине включились 25 молодежных экипажей и 9 водителей. Роман Уласевич и Александр Островский. Дуэти работают на полях с начала жатвы. Роман Уласевич продолжает трудовую династию. Когда-то в этом же хозяйстве его дедушка работал трактористом. Отец принимал участие в уборочной кампании более 17 лет. Для Романа это уже девятая жатва. Отучился в лицей 209 в Луцке и пришел сюда в хозяйство. Ну и сразу почти на комбайн. Я до училища тоже работал на комбайне. Работал помощником два сезона с отцом, потом сам. Когда вы работали с отцом, было ли вам тяжело, либо наоборот эта работа вас захватила, что вы решили так же, как и он, стать комбайнером? Нет, не тяжело сразу. Уникся, сразу все получалось. Ну чем привлекало в этом работу? Почему вы не захотели стать ветеринаром, уехать в город? Почему сюда? Почему на комбайн? Скорее всего, наследственное. Что, на ваш взгляд, как человека, который стоит у истоков сбора урожая, главное в жатве? Качество уборки. Аккуратность. Не спеша, но быстро. В уборочной компании важно вовремя убрать урожай. Особенно, когда погода благоволит. Главное, не медлить. Если стоит комбайн, значит и работа. В случае каприза в технике, ребята могут и аппарат починить. Без этого ломается. Иногда целый день отработаешь, иногда не целый. Ну, в основном не подводит, старается вместе со мной. То есть, ну, если вдруг техника закапризничала и требует ремонта, вы, ну, можете, в принципе, да, ее починить? Да, вполне. Инженерная служба тоже справляется, запчасти возят вовремя. Все получается, все хорошо. Участие в уборочной для комбайнер-хлепажей не просто возможность набраться опыта, но еще и соревнования. Каждый сезон ребята стремятся к победе. Я, как и все, стараюсь занять призовые места, быстро и аккуратно все убрать. И даже занимал раньше призовые места. На полях во время жатвы также трудятся и водители, которые отвозят убранное зерно на чистку, сушку, а после в зернохранилище. Для Дмитрия Пальчика это уже четвертая жатва. В этом году Дмитрий первый в районе привез тысячу тонн. Ну, закончил Мариногорский аграрно-технический колледж. Здесь, в этом же хозяйстве, был на отработке. Во время отработки я попал в армию. Ну, и после армии вернулся назад. Вернулись? Это прекрасно. Многие молодые люди не возвращаются, а вы вернулись. Расскажите, почему потянулось сюда, обратно? Ну, как-то оно с детства так получается. То есть, отец здесь в хозяйстве тоже работал, тоже принимал участие в уборочной. Меня с собой брал. Ну, как-то оно с детства так. Ну, с детства видели, как проходит уборка, поэтому, в принципе, вы не новичок. А вы смотрели, что привлекало вообще уборку? Ну, просто вот нравится. Молодежные экипажи в разгар жатвы в одном строю со старшими товарищами. Каждый из них видит секрет успеха работы в слаженной команде, чтобы техника не подводила и погода была солнечной. В филиале подсобного сельскохозяйства открытого акционерного общества «Слудский мясокомбинат» к уборке приступили две недели назад. Фронт работ более трех тысяч гектаров. Погода пока благоволит аграриям, поэтому важно собрать урожай качественно. На сегодняшний день убрано уже более 70% колоссовых. На днях аграрии планируют завершить уборку. Екатерина Никитина, Игорь Стрижкин, Слудск ТВ